Анастасия Строкина, «Савиный волк». Глава 4. В ожидании декабря. Случай с командиром. Я вернулась домой. И тут же зачастила зябкая морось. У нас всегда так. Не поймешь, когда ждать дождя. Смотришь на небо. Тучи серые, но не пузатые. С чего будем воду лить? Так нет. Выждут они, когда ты совсем забудешь про дождь. Уйдешь куда-нибудь подальше от дома. Непременно не возьмешь с собой зонтик. А он давай поливать. Иногда под мелким, но быстрым дождем я представляла, что я гриб. Необычный вид гриба. Что меня не случайно так часто поливают. А потому что мне нужно стать выше и вырастить на себе красивую шляпку. Известно же, что от дождя все растет и становится выше. Но родителям я об этом не говорила. Ведь если я гриб, то они тоже грибы. И вы тут никогда не угадаешь, как взрослые отнесутся к этому. Наверное, Буба придержал тучу, чтобы она подождала, пока я дойду до дома, подумала я. Вместе со мной пришли лишайники, пень Анандр, гагун Папака, жаба Агриппина, лесные птицы и звери, изворотливые рыбы и даже подводная лодка, которая спит глубоко-глубоко на дне. Все они поместились в моей голове и принялись жить каждой своей жизнью. То и дело кто-то из них ловил мою мысль за хвост и весь день не отпускал. А то и несколько дней подряд пришлось даже завести альбом и всех их нарисовать, чтобы смотреть на них глазами, а не только памятью. Гагун Папака получился большой, на целый лист. Он стоял на берегу и проветривал крылья. Но мы-то с ним знали, что в любую секунду он сорвется и полетит над морем, а потом нырнет глубоко-далеко под воду. А под водой лодка подводная и атомная по имени К-27. Она особенно не давала мне покоя и даже само ее имя устрашала, хотя ничего страшного в нем как будто не было. Но представить только старый подводный корабль. Когда-то у лодки был командир и экипаж больше ста человек. Они выполняли задания, ходили в холодные подводные рейсы, дошли до центральной Атлантики. Теперь до краев наполненной историей и этой пугающей радиацией К-27 лежит в Карском море. И ведь не просто лежит, а дремлет, как злой дракон, которому вот-вот проснется, и тогда конец всему живому. Сложно было поверить в невидимую, но убивающую силу этого слова. Радиация. Сложно было представить, что то, чего как будто и нет, оказывается сильнее того, что по-настоящему есть. Сильнее людей, зверей, деревьев. Наши северные моря, вспоминала я слова Волка, не только первый и главный дом для птиц и рыб, это еще и последний дом для подводных лодок и моряков, военных. Потому что это сложные моря, горестные. Волк как будто узнал что-то еще. Он всегда знал что-то еще, но говорил вслух только то, что считал нужным. Он научил меня не задавать лишних вопросов. Главное, он научил чувствовать, какой вопрос будет лишним. Лодку я нарисовала черной-черной, в темной воде. А рядом подслеповатые рыбы. Они большие и бесстрашные. Глубина и темнота научили их не бояться. Но все равно они с опаской проплывают мимо лодки, мимо большой буквы К и цифры 2 и 7. Врисованных в тело навеки вечные. Чувствует что-то рыба. Как же радостно было выныривать со дна и вспоминать лишайники. Разноцветные, веселые. И переносить эту память на альбомный лист. Если бы я была настоящим художником, я бы только и делала, что рисовала лишайники. Скажете, скучно? Наоборот. А еще можно придумывать платья лишайниковых цветов, лишайниковые фраки и шляпы. Можно машину раскрашивать в их пестрые цвета. Дома и камни. Можно даже выпустить собственную монету. Она так бы и называлась. Лишайник. За один лишайник можно было бы купить целый килограмм мухоморов, например. Думаете, никому на свете не нужен килограмм мухоморов? Еще как нужен. Лосям и оленям. Это их лекарство. Заболел живот у лося. Что делать? Ходить по лесу в поисках мухомора. Или купить нужное лекарство за один лишайник. Такую лесную аптеку могла бы держать полярная сова. Она серьезная и белая. Ей бы пошло работать в аптеке. Под большим тенистым листом сидела серая жаба-агриппина. Но я нарисовала ее не серой, а раскрасила по-разному. Зеленый, коричневый, желтый, оранжевый. Даже чуть-чуть голубого добавила. Потому что внутри она совсем не серая. А я полюбила ее изнутри. За ее долгое северное время и за жабью верность. Каждый день я доходила до великамня. Думала, может получится встретить волка. Только напрасно. Если он сказал, что придет 1 декабря, значит будет так. И не иначе. А все равно мои прогулки не были бесполезными. Даже наоборот. Все время что-то случалось. Незаметное с первого взгляда, и может быть, кто-то скажет совсем неважное. Но ведь трудно сразу разобрать, что важно, а что нет. И пустяк иногда принимаешь за самое главное. А потом смеешься над собой. Все потому, что издалека виднее. День за днем менялись листья. В середине августа исчезли голоса перелетных птиц. Слышнее стали голоса тех крылатых, кто остался у нас на севере. Роса сделалась прохладнее. И великамень теперь нагревался только с одного бока. А другой его бок был влажным. И под ним прятались слезняки. Я заметила, что одна и та же дорога никогда не бывает одной и той же. То она сияющая, нагретая солнцем, как будто обнимает тебя теплыми лапками. То вдруг станет мрачной и думаешь, приведет совсем не туда, куда нужно, а вообще запутает. И станешь ты бродить, как в лабиринте, не выберешься до самой ночи. Иногда дорога бывает равнодушной. Ей как будто все равно, идешь ты по ней или нет. А в другой раз так хрустит и трещет ветками, так шуршит листьями и перьями, что кажется, будто ворчит, жалуется или о чем-то просит. Все интересное, что попадалось мне на пути, что удавалось заметить и узнать, я запоминала изо всех сил. Складывала в коробочку памяти, чтобы при встрече с волком достать свои сокровища и поделиться ими. Какие-то буквы я уже знала, но письмо еще оставалось для меня загадкой, тайным шифром взрослых. Впрочем, это не мешало мне записывать воспоминания. Вот, например, я знаю букву Ж. Рисую ее на цветном альбомном листке и запоминаю. Под этой буквой у меня в голове хранится воспоминание о жабе. Не о грепине, другой какой-то. Но это уже не страшные воспоминания, потому что я больше не боюсь жаб, а даже немного их понимаю. Таких листков за несколько месяцев до декабря у меня накопилось немало. Семь желтых, три красных, девять белых и пять синих. И на каждом буквы с памятью внутри. Чтобы наверняка не забыть и ничего не перепутать. Под буквы я рисовала то, о чем было мое воспоминание. Все получалось кривым, совсем не похожим на самих себя. Для меня это было неважно. Главное не забыть. Больше всего мне хотелось рассказать волку про Никиту Глебовича по прозвищу Командир. Мысли о нем хранились на красном листе. Ничего особенного не случилось. Никаких далеких путешествий, пиратов, островов, походов. Ничего такого. Все тот же мой серый дом в четыре этажа, подъезд, середина ноября. Но все-таки случилось что-то, от чего все потом стало другим. Время как будто нашло меня, выросло передо мной и сказало «Вот я, я твое, я такое, какое есть сейчас. И таким меня никогда никто больше не увидит. С этого дня я буду жить в тебе». Каждому время приходит по-своему. Но стоит ему один раз проявиться перед человеком, неожиданно, во всем величии, как оно больше никуда не денется, так и останется с человеком на всю жизнь. Со своим временем я познакомилась благодаря командиру. В середине ноября обычно уже холодно, пронзительно зябко. Небо как будто становится ниже, чтобы к декабрю совсем опуститься на землю, на долгое время спрятать солнце. Но для командира холодов не существовало. Еще не старый, но все же казалось ужасно старый. В любой мороз даже самый крепкий он выходил во двор и разговаривал. «Сам с собой». Тихо так, что даже не разобрать о чем. Почти ничего не разобрать, кроме слов, которые он повторял всегда. «Спиртовоз Ан-12, Ан-26». Я знала, что так зовут самолеты. Еще с помощью командира я выучила названия африканских стран. Эфиопия, Сомали, Кении и даже город Андис-Абиба, который звучал для меня как «Одесса-баба». Потому что слово «Одесса» я уже знала, и вся никак не могла разобраться, почему она вдруг стала бабой. «Когда мы на спиртовозе полетим в Одессу-бабу смотреть на Люси?» – спрашивала я папу. Про Люси я тоже узнала из разговоров деда Никиты с самим собой. Люси – это самый древний человек из всех древних людей, которых когда-либо находили. И его кости лежат как раз в этом африканском городе со странным названием. Командир говорил, что сам он такой же древний, как Люси, и просил, чтобы его отвезли в Африку, что он больше не может на крайнем севере, что его ждут ребята. И мне, конечно, очень хотелось в те края повидать эту древнейшую Люси. Я знала, что папа летал туда, и это не давало мне покоя. Когда же я полечу в далекую-предалекую страну? Там не только нет полярной ночи. Там люди сами цвета ночи. Интересно. Люся тоже была чернокожей? А папа набирался терпения и повторял. Когда запомнишь правильно, тогда и полетим. Каждый день командир выходил во двор, как на работу. На свое любимое место, к огромному взрослому железному мухомору, который считался украшением нашего городка. Так они и стояли вдвоем. Мухомор в красной шляпе и командир тоже в красной лыжной шапочке. Все к нему давно привыкли, а мне и не нужно было привыкать. Я родилась тут, населила это место собой, пошла в него как в том, где дед Никита уже ждал меня. Однажды я спросила у родителей, какая у него история, потому что у него точно была история. Не похожа на другие, особенная. Не нужно тебе этого знать, ответили они. Придет время, поймешь. Первый раз я тогда задумалась о времени, и, конечно, еще сильнее захотела узнать секрет командира. Но, понятное дело, никто ничего бы мне не рассказал, если бы не произошел один случай. Это было ближе к концу ноября. Я сидела в замерзшей песочнице, лепить что-то из песка мне не хотелось, никогда не нравилось. Я просто сидела там, потому что всем известно, что детям положено бывать в песочнице. Хотя на севере я бы назвала ее скорее снежочницей. Я сидела и мечтала, как совсем скоро снова увижу совиного волка, как покажу ему свои воспоминания на листочках, как он поделится со мной чем-то интересным. И вдруг из темноты подъезда показалась палка. Я узнала ее. Это трость командира. Он с ней никогда не расставался. Наверное, у него большие кости, думала я. Может, они древние, как кости Люси? Следом за палкой появился и сам командир. Даже не появился, а выплыл, как корабль. Конечно, космический. Прямиком из космоса. Все в нем было необычно, и тот день, начиная с тростья, она служила ему не третьей ногой, как всегда, а скорее третьей рукой, злой во все стороны, угрожающей рукой. Странным был вид командира. Сначала я разглядела босые ноги с большим кривыми пальцами, похожими на сухие корни берез. Чуть ниже колен начиналась черная легкая юбка. От сильного ветра она развивалась точно флаг. А выше этого пиратского флага белая рубашка, застегнутая на две или три средние пуговицы. Он размахивал тростью, как будто грозил кому-то невидимому, и укричал «Семь полсотни, семь ноль! Там мои! Триста, триста, пятьдесят, четыреста! Там мои! Четыреста, пятьдесят, пятьсот!» Это было неистово. Как будто разом загудили все сирены, как будто одновременно взлетели все самолеты, как будто все волки леса завыли вместе. Я закричала громко-громко, чтобы было силы. Командир бросил трость. Она почти долетела до металлического мухомора, и это не близко. И тоже закричал, как-то по-звериному, без слов, одним только диким, страшным, захлебывающимся отчаянным криком. Он кричал и бежал вдоль дома по снегу в сторону аэродрома. Я приложила ладонь к земле, холодно, обжигающе холодно. Он будто и не чувствовал этого холода под босыми ногами. Его белая рубашка наполнилась ветром, как парашют. Наверное, он думал, что полетит. А может, он и так летал, кричал и летал. И кто его знает, почему так случается, что люди иногда хотят улететь, как он, без самолетов и крыльев. А так, словно они сами себе крылья. Его крик еще раздавался какое-то время. Ветер приносил этот жуткий звук. Я сидела и не могла пошевелиться. Что-то внутри меня происходило, что-то начало расти. Заскрепило корнями. Вскоре я снова услышала. «Пустите! Семь полсотни! Семь ноль!» Два человека вели командира под руки. Его рубашка сдулась, голова паникла. И только иногда он поднимал ее, чтобы сказать. «Там мои!» Или «Они не пускают!» Или опять повторить. «Мои!» Я чувствовала, как деревце поднялось во мне. От ног до макушки. И как выросли на нем вопросы. Много вопросов. Таких, на которые уже нельзя ответить. Нельзя отмахнуться. Придет время, узнаешь. Потому что их время уже пришло. Это всегда непросто задавать вопросы взрослым. Но они должны научиться отвечать. Потому что если они будут молчать, то вообще зачем тогда кому-то быть взрослым, а кому-то ребенком? Поэтому я глотнула воздуха. А вместе с воздухом смелости пришла к родителям. Что случилось с командиром? Куда его повели? Ему больно? Я узнала, что когда-то давно командир летал на военном самолете в далекие африканские страны и командовал экипажем. Впрочем, в то время мне сложно было представить, что есть на земле кто-то, кто не летает, не работает на аэродроме, не чинит самолеты. Или хотя бы просто не провожает их и не ждет обратно. Все тогда были связаны с небом. Однажды командир заболел, и его самолетом назначили командовать кого-то другого. Но в Африке, куда полетел его Ан-26, произошло несчастье, и никто не вернулся. Весь экипаж погиб, сказал папа. Понимаешь, что такое погиб? С тех пор командир не летал, а все время сидел дома. Что он там делал, непонятно. Но спустя год или два он принялся выходить во двор и разговаривать сам с собой о металлического гриба. Так продолжалось до самого дня, когда он чуть не улетел босой в белой рубашке и черной юбке. Больше я никогда не видела командира и ничего о нем не слышала. Родители сказали, что о нем теперь будут заботиться в специальном месте, где живут такие же, как он. Но он такой один. Он не похож на остальных, возмутилась я. Он почти взлетел сам, без самолета. Вот это и как раз и плохо, ответили мне в два голоса. Ладно, я не спорю. Не очень, конечно, верю, что это плохо, вот так уметь летать. Но и не спорю. Командир подарил мне ощущение моего времени, личного, однажды начавшегося и имеющего конец, о котором никто никогда не хочет думать. А еще командир помог мне понять, что в общем-то наш север и чужая, недосягаемая Африка на самом деле не так далеки друг от друга, что, может, мы все родственники этого древнего человека Люси. И даже если не родственники, то все равно в каком-то смысле родня. Потому что у каждого есть его собственное время, которое началось и закончится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова